Доброго времени суток, дорогие дамы и господа! Сегодня, как обычно, мы будем говорить о нашей недельной главе. Наша глава называется Мишпатим, Законы. И на самом деле в нашей главе Тора полностью меняет свою стилистику. На самом деле начинается настоящая Тора, потому что до того, все, что мы читали, это были сюжеты, сюжет творения мира, сюжет потопа, наши праотцы, Египет, даже начало второй книги, в которой мы сейчас находимся, книги Шмот, тоже было сюжетным. А вот сейчас начинается как таковая Тора, Законы. И в нашей недельной главе приводится около 9% всех заповедей, но это не просто заповеди. На основе этих заповедей строится большинство устной Торы. То, что мы и называем сегодня иудаизмом, это Мишна, Гмара, Весталмуд, Аллаха, и это развивается по сегодняшний день. Это настоящая Тора. И именно потому, что Тора — это живой организм, и постоянно развивается именно это законодательство, то это было бы невозможно в этом коротком формате поговорить хотя бы об одной заповеди детально, которая приводится в нашей главе. Поэтому я решил с вами поговорить о букве, о всего лишь одной букве, о первой букве сегодняшней главы. Это буква ВАВ. Наша глава начинается не с логичного «вот законы» и дальше их перечисления, а начинается с буквы ВАВ. И вот законы. Зачем нужна эта буква ВАВ, которая просто означает «и» на иврите, говорит Раши, основной комментатор Торы, чтобы показать, что те законы, которые приводятся в нашей главе, они неразрывно связаны с тем, что мы читали в прошлом. А что мы читали в прошлом? Это супер впечатление. Десять заповедей, спецэффекты, гром, молния, горы полетают по воздуху и так далее. И мы были, конечно, по таким впечатлениям, говорит нам Раши о том, что продолжается в нашей главе, это все то же самое. Это продолжение той же самой Торы. Объясняет при наличии этой буквы ВАВ и комментарий Раши Равшимшин Рефоль Гирш, величайший немецкий мудрец 19 века, который был лидером ортодоксального еврейства, и он стоял перед очень тяжелой задачей, потому что он противостоял новому движению, реформизму, которое было гораздо более удобным, которое говорило, не нужно заморачиваться всем этим старым мракобесием, главное, чтобы человек был хороший. Или, если уже точно говорить исторически, то когда немецкие евреи одни из первых получают полные гражданские права, они говорят, а зачем нам нужен этот уже устаревший иудаизм? Мы теперь уже немцы, и есть, как есть немцы-католики, есть немцы-лютеранцы, есть точно также мы немцы мозаического вероисповедания. Мы теперь не евреи, мы немцы еврейского вероисповедания, и тогда постепенно синагоги становятся похожими на церкви, куда вносят органы, хоральное песнопение. Из сидуров-молитвенников постепенно пропадает святой язык, потому что если же мы не народ, зачем нам свой язык? Сионизм, развивающийся сионизм в конце 19 века, поднимается в штыки, потому что если мы не народ, зачем нам эти мечты о земле обетованной? Берлин, наш новый Иерусалим, так гораздо удобней. Но, к сожалению, история распорядилась совершенно по-другому, и даже прогрессивные евреи во Вторую мировую войну были просто евреи. И объясняет Шимшин Рефоэль Гирш о том, что это буква ВАВ, она не просто первая, она самая важная, потому что иудаизм это не спецэффекты, это не яркие впечатления, а это образ жизни, который включает в себя все, и то, как я занимаюсь своими финансами, и мой бог, он находится в моем банковском деле, как я отношусь к имуществу своего ближнего, как я подписываю контракты, это и есть иудаизм, или как сказал величайший архитектор 20 века Маис Ван де Рохе, он сказал потрясающую фразу, которая, на мой взгляд, очень еврейская. Бог, он в деталях, Бог, он не в ярких впечатлениях, а в первую очередь в том, как мы ведем наш образ жизни. Конечно же, лелейте яркие впечатления, но самое главное, это буква ЧКОВАВ, которая является мостиком к реальной жизни, там, где по-настоящему находится Бог. Успехов, до встречи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok